Планируется повышение зарплаты сотрудникам медико-санитарной части номер 59. Это произойдет за счет увеличения установленных государством тарифов на заработную плату медперсонала. В 2008 году, когда мы переходили на новость тела плата труда, у нас была проблема. Нас пытались исключить из участия в территориальной программе государственных гарантий. На тот момент нам удалось отстоять наше участие, но нам тариф на заработную плату был определен в размере 30%. К настоящему времени вышло несколько новых федеральных законов, изменений в законодательстве очень серьезные. Мы теперь работаем по государственному заданию. Поэтому в связи с этим мы поставили вопрос о том, что на сегодняшний день нам обязаны платить 100% тариф по заработной плате. Повышение зарплаты произойдет не за счет увеличения окладов, а за счет стимулирующих выплат. Предполагается, что их максимальный размер возрастет с 30 до 100% от оклада. Добиться увеличения финансирования удалось не сразу. Медицинская часть 59 обращалась в федеральную антимонопольную службу. В конце декабря было вынесено решение в нашу пользу. Обращались в прокуратуру. В настоящий момент есть протест прокурора области по этому вопросу. Часть денег пойдет на регулярные выплаты премиальных премий. Часть средств пойдет на установку персональных надбавок. В первую очередь узким специалистам, которые у нас выпали из всех проектов и в рамках модернизации, и в рамках приоритета национального проекта здоровья. Новые надбавки будут установлены с 1 апреля не только врачам, но и среднему и младшему медперсоналам. Предполагается, что фонд оплаты труда работников медико-санитарной части увеличится более чем на 40 миллионов рублей в год. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».